всем привет сегодня мы меняем тормозухи на двух мотоциклах жара у нас 36 градусов но сейчас тень мы нашли перешли в тень с антоном антон подъехал на своем бмв про который будет вот-вот репортаж обзорчик запилим сейчас чуть-чуть будет что рассказать да чтобы не просто тупо как это обычно делают взял прокатился слез и рассказал мне надо весь пластик уже снял вот так вот выглядит оппозит голый нормально так вот эта пресловутая система abs которую я прокачиваю смотрите как это уже у боксер клаба было я прокачиваю 1 4 и 2 они прокачивают 1 2 4 я прокачиваю 1 4 2 я по немецким регламентом такое видел ничего она выглядит неплохо на ней даже всякой коррозии нету за 10 лет или сколько он 2015 лет выглядит неплохо она вся эта система еще пока посмотрим когда накроется может не накроется вообще я уже поменял передний контур я не снимал потому что мы стояли вот там вот около гаража там было очень жарко и я один сначала был поэтому и мне не было сил поменял я клал туда монетку чтобы не поливалась когда жидкости мало в конце иначе она будет выплевывать ушло у меня на это грамм 300 я прокачал все три прокачиваешь один раз полностью второй раз 1 2 1 там ну каждый 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 этот как он называется господи не знаю сосок этот короче можно прокачать по я лично для себя сделал так по 2 по 2 баночки вот этой заливаешь туда свежачка обложил все тряпками в тот момент когда прокачивать наш чуть-чуть все равно вытекает вокруг никуда не денешься из резьбы вытекает жидкость но в этот раз у меня не я не насвинячил как в тот раз у меня все растеклось и мне потом даже предъявили из немецкого бмв бмв шмида боксер шмида против боксер клапанем сказали в следующий раз поаккуратней не ругались мы попросили больше тряпочек класть потому что все течет вниз на мотор сейчас эти все три закрою а вон у меня три колпачка и пойдем вот с этой стороны задний контур 1 2 потом этот потом вот этот эти штучки у меня уже приоткрыто чуть-чуть их чуть-чуть приоткрутил сюда мы будем потом загонять для второго контур вернее передний это задний а потом здесь мы заливаем через воронку жидкость которая будет вытекать уже из колесных суппортов ну так тут все выглядит снимать надо вот эти штуки не вздумайте откручивать когда начнете бензобак снимать кажется что их надо открутить а он на них просто лежит вот просто с них бензобак одевается сюда легко на датка открывается он все вот эти штучки от они отщелкиваются все остается висеть он у меня еще фильтр ящу с этим с наружным фильтром потому что есть более новые модели у них кстати маленький минус по следующей модели кстати которую круг хочет у нее фильтр стоит бензобаке там с насосом все меняются вместе но его в германии меня часто не надо на гуси такая фигня была на гуси был на старом гуси 95 года фильтр с насосом фильтр стоял внутри бака то есть чтобы поменять фильтр надо снимать насос я не знаю я не помню сейчас не хочу что-то рассказывать надо ли обменять фильтр вместе с насосом но как мне объяснили как раз вот и вот в боксер шмида ребята что фильтр там стоит прямо в баке ну да мне что у меня же была проблема с системой подачи топлива там долго искали почему у меня мощность пропадала на высоких оборотах выяснилось что просто загрязненная система была и они даже они переставляли даже бак с другого гуся на мой гусь и сразу заработала нет в том то и дело чтобы проверить делали в этом фильтре в моторчике в самом ну если они представили фильтр был нормальный то тогда было не фильтр они были забиты забиты трубки сами их не поменяли и все сразу заработало вон генератор смотрите генератор гигантский нормально да автомобильный стоит что тут еще то видно да 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 вот антилелевер вот на нем конечно я вот езжу и кайфую вот тут сопла вон она засасывает ведь и хобот вот сюда здесь легко снимается кстати надо будет сейчас посмотреть каком состоянии фильтр коль я разобрал его вот эти колпачки когда снимаешь бензобак почему-то сваливаются не потерять надо главное не потерять но все сухо просто раз у меня вот это все было залито здесь маслом сейчас на задний контур также прокачаем задний контур мне нужно а мне все-таки нужно эту штучку открыть будет сейчас пластик ну короче практически весь пластик снимать надо смотрите открыл крышечку опа а там сколько конденсата или это вода нет это не вода не по это не вода это тормозуха хотя очень похож на вот так капнул уже очень много тряпок при этом надо чтобы они сразу у вас везде под рукой были здесь по-моему еще нормально сейчас мы кстати его проверим сейчас вытру у меня есть тестер кармане вытри сначала ну это они сейчас ничего не показывают зеленый опа красный сразу же сразу полностью красный эти за год он все равно насосал как и не затягивал все равно засосует воздух по воду пошла до красный горит наверху так смотрите вот мы берем я вот сколько я слил с 500 меньше 250 переднего причем с учетом того что я выкачал сразу же то что было в бачке ладно здесь мы это все берем шприцом и вытягиваем у меня шприца большого нету я хотел в аптеку сочет забыть в аптеку захочет дать самый шприц иголок побольше иголку побольше побольше и эту вакцину от жадности так побольше так теперь лайфхак которая где-то у немцев не помню монеточка кидается на дырочку опа потому что когда мы сейчас будем когда будет выходить немецкие 10 центов бранденбургские ворота пожалуйста 20 центов извиняюсь сразу подливаем значит свежачка можно полностью и теперь начинается веселуха так эти колпачки можно переставить просто это сюда вот так и переставил нам нужно будет этот значит этот мы переставляем давай родной вот сюда на прокачанный этот на номер два с этой стороны которые 24 вот и будем прокачивать точно также 1 2 3 смотрим что у нас 7 по моему тут на 7 2 на 7 1 1 на 8 ключи купил ключ конечно изогнутый нужен как многие об этом горы специалисты не подожди все-таки на 7 не оделся надо чуть-чуть с нажимом у меня там или о вошел после этого нам нужно сша так ну что смотрите теперь опять значит баночка в баночке дырочку рядом чтобы вакуума не образовывалось как объясняли я использую в отличие от некоторых других блогеров вот такой шланг у которого есть клапан воздух назад не затягивает вот да в одну сторону тянет другую нет ставим обратно ты специально сам сделал или купил не я купил с клапаном сразу недорого стоил так теперь поверх этого поверх надо а нет да знаете что я не сделал вот что не сделал тряпки 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 самые тряпки тряпок побольше чтобы мотоцикл не очищать да да потому что я в этот раз получилось у меня первые передние у меня с собой если что есть банка этого у меня туалет на бумагу нет у меня есть банка очистителя тормозов ой это уже взял это я потом тоже обязательно пшикну так давайте-ка о протолкнем не получается вот отсюда пошел откручиваем опа пошло открутил чуть-чуть открутили и качаем педалью тормоза педалью тормоза может это все таки из-под надеюсь не из самого АБС просто прокачивать через есть вполне возможно смотрите какая там фигня у меня образовалась уже видите какая каша да я не знаю может это конечно засасывает через резьбу но пузырей очень много даже что это потенциально ну да где-то тянет лишь нужно чаще менять потенциально это означает что в этом воздухе есть влажность влажность соответственно жидкость так открываем опять чуть-чуть и покачаем качаем я думаю что это не оттуда потому что я думаю что оттуда будем лить пока не потечет нормально если не потечет через пол литра значит тут не уходите накачиваем прокачал отпускаем я думаю что это он подсасывает может быть ну что сейчас и закрыл а пузырьки все равно какие-то идут а пузырьки все равно какие-то идут откуда они идут не вытекает вокруг не поймешь так ладно хочешь ты в крови я буду в этом не подали нам я буду прокачивать чтобы держал конечно так сейчас у нас зажато все теперь накачаем давление создадим так слышно что здесь звучит происходит то что я давлю теперь нажал и открываю сколько воздуха идет жижа чего нажал открываю чуток много воздуха затянул накачал сейчас подождем странно видите как много он вроде у нас сухо ничего не вытекает шланг хорошо сидит значит не подтягивает об пузырек какой-то идут пузырьки видите вы допустите хотя я зажал где-то чё-то звуки идут значит где-то что видно так ладно открываю что будет когда открою а вот пошла нормально чисто пошел не знает куда это может подсасывает наверное из этого из резьбы может быть наши нужно один раз накачать давление создать потом открываю папку и уже тогда лучше видишь пузырьки эти они засасываются через резьбу ся чуть-чуть открою по полу что будет тогда давайте прокачем чуть побольше брюках там правда много еще идут но мало если сильно открою пойдет ноги скорее всего нет смотри сейчас кормила значит все таки они там были фигеть сколько там воздуха было что странно может тормозил нормально хорошо тормозит нужно дотянуть сейчас посмотрю вот сейчас уже хорошо даже ступень все открываю дать прокачаем целый баллон сколько штук 5 я провел таких маленьких баллончиков по крайней мере это полезно то что я сделал в этот раз а то говорят раз два года раз два года вот видите что произошло через год все сейчас уже хорошо ни пузырей ничего нет все оставляем 1 1 оставляем подливаем нормально и неплохо сколько оттуда вышло воздуха какого-то но странно на самом деле странно очень не но у меня есть вариант понимаешь рт х хорошо но нужно ли она мне рт х большая такая я на этом абсолютно доволен этим мотоциклом теоретически соответственно если у меня ломается эта система я могу купить новую просто напросто абсолютно все равно не буду есть на 15 лет это понятно она 15 лет живет вот и все в порядке если с ней пока до сейчас 15 пока она у тебя еще живая может она 20 лет будет жить непонятно они же не все ломаются постоянно капать началось снизу привет тебе Иисусий собственно ты же говорил что держится 1060 а у Макса у нас 1040 сейчас пробег так что может быть еще запасик есть все равно капает снизу что-то где-то у меня ботикова непонятно где кстати куда могло потечь чуть-чуть капает со шланга могло капать где капает тут не видно не видно с этой стороны не вижу не знаю снизу тоже все чисто поехали поехали вот пошел второй сейчас опять тряпки подкладываю все вот я делал второй это который с этой стороны раз два три четвертый ну короче с этой стороны второй теперь с этой третьей это задний контур так ничего не происходит понятно оп пошло тоже с воздухом пошло затянул накачаю давление садан теперь да есть еще воздух смотри ну меньше меньше ну может там подсосывали правда хотя либо это какой-то другой пункт там же много всяких путей внутри они же не связаны между собой вернее может связаны но короче это какие-то разные контуры что там внутри я забыл кстати эту но это мы займем ко мне проверим я забыл приблуду приблуду чтобы проверить ну компьютер ну мы заедем это быстро хорошо на обратном пути оп опа закончилась закончилась так это я конечно задумался нужно воздуху это мы воздуха Вон, видите пузыри? Ух ты! Сейчас воздух летит. Начну откачать, а то пока даже ничего нету. Догло появляться вот здесь по шлангам. Вообще нету. О, нормально. Вон еще пузырик вышел. Идут еще, да? Да, ни фига не тормозит. Еще один вышел. Какое дело? Чего давление нет, да? Нет. Так, сейчас закрываю. Ну ладно, можешь выключить, потому что это будет... Включил. Вот, который я нахватал, все. Воздух, ребята, он пошел. Сейчас вот я набираю давление. Открываем. Опа. Да, пошли пузырьки. Я так уж, что я нахватанул их. Вот, заканчивается. О, частяк пошел. С остатками. Накачиваем. Открываем, накачиваем. Открываем. Стой, подлее еще немного. Так, теперь закрываем еще раз. Слушай, а то еще раз воздуха хватанусь будет. А то еще раз будет то же самое. Будет неприятная фигня. Вечная машина времени. Туда-сюда, одно и то же. А, или как это? Петля времени. Так, накачиваем. И на все можно. Ладно, давайте его до конца добьем. У нас какие-то пузыри еще мелкие идут. Но мне подозрено, что это отсюда. Из шланга. Потому что с ним медленно открывать. Нет, все-таки что-то это будет. Прокачивать пока. Ну, это может быть сбоку. Вот они, пузырики мелкие пошли. Мне кажется, что это подсасывает. Во-во-во, вот я сейчас пошевелил. У меня засасывает сбоку. Воздух. В общем, чистый пошел вроде. Не, еще есть пузырики. Вон они. Надо еще подлить, надо еще подлить. Да, сейчас подолью, да. О, главный мастер подошел. Привет, главный мастер. Мактіаля слышишь ты все? Мактіаля слышишь ты все? Да, но... Да, но... О, что это не так. Воздух немного воздух вверх. Возможно, через шланг и вверх. И вы не можете видеть, что это отверху или отверху. Или отверху. Или отверху. Так, теперь мы... Ворокресы уже готовы. Первый путь из-за этого. Дрюкер. Дрюкер и отверху. Дрюкер. Дандфлистес. Уважаемые товарищи, это вам экскурс в немецкий язык. Вакс только что по-немецки вкратце объяснил, как надо менять тормоза. Хотя мы могли бы и по-русски. Или по-литовски. Но по-литовски я не могу. Все нормально. Уже никаких пузырей. Ну, там что-то выскочет. Но... Если я медленно открываю... Ну и сколько это можно качать? Можно еще кое-что качать. Вот. У меня непонятно, что это. Еще один раз. Ничего, если что, у меня еще одна такая банка с собой есть. Нет, ну тут... О, тут еще больше половины. Все нормально. Да, но у меня еще передний круг, контур. Ладно, чуть-чуть. Еще здесь. Еще вторая есть, если что. Нет. Вторую мы не должны тратить. Но у меня есть еще одна дома, которая остатки я сливал с разных. Своих же. Вон, видишь, он чуть-чуть сдвинул, он откуда-то сбоку тянет. Это я бы не оттуда. Все, я оставляю так. Ладно. Один раз открываем медленно. Все, там частяком, а то уже откуда-то с других мест. С моей стороны обойди. Что-то тоже надо мне не получилось. Значит, мы делали... Какой сейчас? Первый, потом второй. Остался нам вот этот. Вот эта часть, вот эта внизу, смотрите. Вот их надо затянуть покрепче. А вот этот откручивать, верхний. Не полностью, а верхнюю часть только откручивать. Потому что здесь стоит, на самом деле, ниппель этот. Вот. Сейчас попробую. Восьмерочка. Те семь были, вот этот семь. Эти все семь низкие, а длинные восемь. Вот. Видите, только верхний крутится. Потому что сначала у меня все вместе начали откручиваться. Это неправильно. Так. Все. Подкладываю тряпки. Там у нас уже свежак. Теперь одеваем опять шланг. Проверяем. Нормально он. Тьфу ты. Вместо водички немножко тормознушки пососать. Тоже нормально. Хе-хе-хе. Если очень сильно открутишь, он начинает назад пускать воздух. Ну, как бы он не засасывает туда. Понятно. Шланг длинный. Видно. О! Вот это вот так вот было бы хорошо. Но мне нужно сначала одеть ключ. Ну, все. Наверх. На эти-то более-менее приятно одевать. Так. Прокачиваем. Нагнетаем. Открываем. Ничего не происходит. Недостаточно открываем. Придется сделать вот так вот. Ты не можешь ключ через шланг? Нет, нет. Он не пролезает? Через шланг в смысле? Шланг через ключ продеть и потом уже... Да нет, какая разница. Вот я одеваюсь, потом шланг и все. Хорошо. Ну, вот теперь должно быть нормально сейчас. О, пошли. Пошли пузырьки. Иди-иди, здесь чистенько. Музырьки. Просто раз. Что это? Ну, короче, мы прокачаем опять 3-4 таких. Подлей немножко. Сейчас его затянуть. Да, подливаем. Вот. Так. 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 Вот. Если медленно не качать-то пузырьков нету. Но меньше, по крайней мере. Вон их вон оттуда, из-под он тянет. Вот я шевелю. Подождите. Вот, закручу. Здесь. Так. 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 Ну, вот так. чистая затягиваем теперь затягиваю отпускаю все это на томозу закончилась ну здесь почти да все стек первая часть хорошо закрутил марсезонского сейчас переключу еще все три марлезонского как назывался балета закончена интересно где ставить сигнализация мне кажется вот там вот это похоже на пищалку сзади нигде не видно хотя у меня ощущение все время что она где-то сзади пищит наверное все таки просто места особо и нет мне кажется что она вот здесь штатная сигнализация да так теперь подтягиваем этот у нас восьмерочка со всей дурью не надо вот так раз все чуть-чуть тоже раз раз как всегда в прошлый раз одевался туговато тоже затянут все нормально все чистота чистотает все нормально так теперь мы одеваем я так прошлый раз включу забыл одеть штекер включил у меня ошибки прописали abs открыл там чудо а паника какая-то мне эти мужики выходят я повез у него в боксер клапана бмв бокса шмида сделать имя тест на после замены жидкости все ли в порядке тест abs системы они сделают и снимал отключал электро электронику а тогда все в порядке даже там наверное написала ошибка электроники так все колпачки одеваем вот они красавцы два по бокам а вот этот высокий у я к новой день болтится так одновременно опа она застегивается сама прикольно да надеваешь все все защёлкнулся все защёлкнулся точно теперь ну что эти трогать не надо теперь надо сюда долить до до конца аккуратно до конца доливать и еще пробку вставлять до дольешь потом ставишь пробку ну что так и через край хуяк а я сейчас возьму для этого три полю 20 центов памятных пальцами зависна чистенько внутри чистенько теперь жижку так наверно сейчас она потечет мне по-любому пробочка мой потечет даже не знаю промокли немножко ты можешь взять край она или этим до шприцом вижу что очень много прям я ладно здесь он даже вытекать чуть-чуть будет но это не так страшно все а тут главное никакого колпачка не было тут еще один колпачок такой должен быть маленький сейчас его посмотрю конечно в другом месте как там прижимает еще один ну почему то здесь нет наверно я его похерил хотя вряд ли так включай я пойду поищу не было там колпачка не было там колпачка никакого я не нашел и смотрите помните это не брэмбовские тормоза не брэмбовские брэмбо просто на них написано бмв на самом деле там назад внутри везде все написано что брэмбо да на самом деле она крутится это целиком вот видите уже пол литра я профукал туда короче литрушка уходит если аккуратно делать так пойду я вылью парней скорее всего просто по заказу брэмбо делать по заказу брэмбо делали по заказу бмв делали на брэмбо сразу же суппорта с надписью бмв правильно абсолютно потому что механизм то брэмбо и тут то же самое написано они тут не написано странно но внутри на этой приблуде было написано что это брэмбо по-моему бутылочка уже подключена к суппорту вот она родимая лежит воронка и от карандаша подкрасываю подкрашивающего для подкрашивающий карандаш для клака автомобильного я его сюда пришпиндюрил со спермоклеем вот термоспермоклей сейчас посмотрим про прошлый раз у меня прокладка была слишком толстая я не смог крутить поэтому прокладку снимал у меня все текло по сторонам в этот раз то же самое похоже сильно а ну вот держится вот сильно вкручивать не надо он держится и начал начинает проскальзывать все он тогда а одет главное чтобы были одеты обратно или электрика одета включаем так скорость сначала бы смахнул сделать тест все нормально уже показывает то что абс порядке это мигает то что он еще не ехал просто как всегда пока не кронишься он будет мигать все по крайней мере первой ошибки нету во всех боевых такая приблуда да переднем контуре нету вот потекло сбоку потекло потекло поэтому нужно тряпки тряпки ребята тряпки быстро 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 все и начинаем начинаем так нажимать нажимай стоп отпускай вроде уходит чуть-чуть ушло немного еще раз глянем но это не нормально сейчас в бутылке есть что-то уже нет да чуть чуть-чуть она должна лучше ну-ка давай я нажму быстрее шаги может воздух куда-то не выходит не ну выходит мало я там не вижу чтобы у тебя в бутылке становилось больше 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 она сейчас сейчас попробую знаешь что еще может быть а конечно я понял снимаешь у меня даже я я отсюда не видно секунду я зажать может быть вот этот клапан у меня не дает выходить знаешь он полностью как бы добил до этого места и все ну-ка сейчас сейчас должно идти быстро вообще пробовать сейчас секунду давай ну смотрим стоп выходит слабенько щас щас опа я разводился я отвратил слишком сильно шарик выркал стоп 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 все у нас села одна камера это тоже почти села начинаем дальше снимает течет все равно вот там по технике течет но это мы зальем потом намывайкой и так еще нажимай видим да чуть сильнее можешь нажать она слабо уходит вот смотри что ну да уходит туда нет она у меня посинцем капает фото да да Ну что делать уже? Что не то делаешь? Почему должно-то не затягивать? Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Поделай! Сейчас прям вот последняя по-хорошо прям пошла! Стоп! Что ж такое? Тут что ли что-ли? Нет, все в порядке! Чтобы он не нарушил эти кадры!